Марьяна Олейник. Разговор с Доулой. Поддержка в трудных чувствах, в беременность, родах и после них. Моей дочери. Вступление. Я пишу для тебя. Каждая строчка этой книги тебе в поддержку. Именно такой маме, какая ты есть. Ты можешь быть любой. Впервые мамой, нежной, искренней, в чем-то наивной, качающейся в амплитуде от романтичных ожиданий и чувствований к сильной тревожности и потере почвы под ногами от перфекционистского напряжения. А может быть, ты не первый раз мама и ждешь второго, третьего, четвертого, а может и больше малыша. Ты искушенная, зрелая, идущая в материнство со вкусом. Зрела. У тебя есть твои ценности и представление о том, что правильно. Но в том-то все и дело, что я пишу для тебя любой. Не нужно быть какой-то конкретной мамой, принадлежащей какому-нибудь лагерю родительства, будь то естественная или научно-медицинская, интуитивная или выверенная. Мне совершенно все равно, уверенная ты в себе или запуганная. Выберешь роды дома или плановое кесарево. Это никак не отразится на моем желании поддержать тебя. Современный мир, кроме радости технологии и скорости явлений, принес и другие новшества, в частности, в материнство. Скорость жизни стала настолько высока, что передача от матери к дочери знаний о том, как правильно вынашивать и растить малыша, становится практически невозможной. Слишком быстро меняются научные данные, культурные ценности и приоритеты воспитания, представления о здоровье и безопасности. Скорость повлияла и на качество общения. Взрослый мир расписан с понедельника по пятницу, отходничком в субботу и домашними делами в воскресенье. В редкую свободную минутку уткнуться в плечо любимого. Мы практически не успеваем расслабиться настолько, чтобы пойти на глубину чувств и разделение их в приличных встречах с подругами. Слишком часто беременной женщине ощутимо не хватает круга таких же беременных. И тогда мы ходим на курсы на подготовке к родам не столько, чтобы узнать информацию, сколько попить чай в перерыве и обсудить насущные и заряженные темы с такими же, как мы. Мы ходим на форумы и пытаемся там получить кусочки тепла и женскую поддержку. Мы сидим по своим коробочным квартирам и очень нуждаемся в женском круге тепла. Современный мир стремится к стерильности. У нас принято говорить о фактах, вещах, успехах. Не принято ныть, беспочвенно бояться, жаловаться на усталость, да даже просто плакать. В то время как в беременность потребность во всем этом очень большая. В женских консультациях на плановых приемах у гинекологов-акушеров мы говорим о цифрах, как в «Маленьком принце». Вес, размер, неделя, показатели гемоглобина, белка, давления. И не говорим о том, что на душе. Вся эта книга — возможность открыть душу, пойти навстречу с собой, готовясь к встрече с ребенком. Это разговор о том, что знакома каждой беременной женщине, но место, для чего трудно найти. Это наш разговор, наш уютный плед и какао, чай с травами и деревянный столик со свечой. Это наше доверительное женское пространство. Именно здесь, почувствовав себя, признав то, что есть, ты можешь выбрать именно тот путь родов, путь к материнству, который будет максимально точно про тебя и про твое счастье, про твою гармонию и любовь к ребенку. А я буду рядом. С первой страницы до последней. И даже больше. Пусть эта книга станет опорой, женским понимающим взглядом, теплой рукой ложащейся на твою руку. Я верю в тебя. Ты можешь. Я знаю это. Потому что в тебе есть сила. Кто такая Доула и как я ей стала. Доула — это женщина, оказывающая информационную, эмоциональную и бытовую поддержку на пути материнства. Во время беременности, в процессе родов и после них. Доула — профессия сравнительно молодая. Само слово с греческого переводится как «рабыня» или «унок женщины», что напрямую отсылает нас к идее служения, следования за кем-то. Так оно и есть. В отличие от врачей и акушерок, психологов и т.д., Доула — это общение, не ведущее к чему-то, не навязывающее какие-то ценности или представление конкретной системы, к которой принадлежит человек. Оно следует за потребностями женщины, ориентируется на ее ценности и приоритеты. Общение с Доула — это общение по горизонтали, а не по вертикали, как однажды я сформулировала в своем блоге. Это общение на «ты». Зачем, быть может, спросите вы, нужна Доула? Ведь я могу поговорить о своих проблемах с подругой или мужем, а информацию получить у врача. Это частый вопрос. В каком-то смысле Доула — это вынужденная профессия нашего времени, с одной стороны. Про другую сторону напишу попозже. Подруга действительно может удовлетворять нашу потребность в душевном общении. Но сложность в том, что чаще всего культура взаимодействия у нас такова, что мы обмениваемся информацией не беспристрастно, а пытаемся донести свою идею. Подруга может и советы давать, но исходя не из ваших представлений о том, что есть правильно, чего бы это ни касалось — здоровья, отношений, поведения, безопасности, выборов, а со своей точки зрения, с учетом своего опыта и своих страхов. То есть обычная информация подается оценочно окрашенной. К тому же подруга видела много вариантов развития событий в беременности. Свою, еще одной подруге, и на форуме прочитала. Как в анекдоте, за свою жизнь я прочитал три книги — «Азбука вторая» и «Синенькая». Ну, правда же, не в обиду и при всем уважении и понимании ценности дружбы. Подруга не имеет того количества опыта, как у Доллы, сколько беременностей и родов видела она, и то без пристрастности и способности советовать, не опираясь на свои ценности. Подруга будет заботиться и желать самого лучшего вам, желая, чтобы вы не наступили на ее грабли. А сможем вот что. Мужчины А, опять же, информационно не оснащены так, как Долла, и потому на ваши сомнения и страхи им просто нечего будет сказать объективно, с опорой на факты. Они и сами часто оказываются в растерянности и тревоге от всех этих тем и от невозможности что-то сделать, поэтому только раздражаться начинают на наши страхи. Б. Не способны долго и упорно выносить наши чувственные излияния. Им важно, они так устроены, следовать схеме. Женщина пожаловалась? Это призыв к действию или как минимум совету, что делать? Нам сложно представить, что на 80% наших жалоб нам не нужно отвечать, что делать. Ведь нам важно просто побыть в этом, разделить чувства, быть выслушанной, почувствованной, поглаженной. Да и все. Акушерки же больше заточены под медицинский аспект ведения беременности и родов. С ними не поговоришь о родовых программах, сложностях организации родов, о толковании навязчивого и очень странного сна всю беременность, о том, что хочется вдохновения, но не знаешь, где его взять, что боишься приезда свекрови, когда малыш родится и вы будете дома, и о множестве вот таких женских, простых и очень важных вещей. И, конечно, еще одно очень важное замечание о том, что делает Доула в родах. Она их не ведет, не сопровождает, как акушерка. Строго говоря, акушерка смотрит за благополучием родового процесса, а Доула — за благополучием женщины, за ее, прежде всего, эмоциональным состоянием, за ее физическим удобством. Объясняет и подсказывает что-то при необходимости. И в этом смысле Доула — это совсем не новая профессия, а наоборот, одна из самых древних. В общинах, в традиционных обществах, в древности, женщина уходила рожать в уединенное место, укрываясь и от диких животных, и от посторонних людей, и брала с собой в поддержку и сопровождение старшую женщину рода или родную мать. Это женщина, которая знала, как рожать. Та, что могла отогнать животных, охранять родовое пространство и быть снаружи, пока женщина пошла внутрь себя, на границу миров, за ребенком. И в этом смысле Доула — это прототип безоценочный, принимающий, поддерживающий и обеспечивающий безопасность матери, точно такой, какой у нас по разным жизненным обстоятельствам на родах может и не быть. Когда я родила своего первого сына, я была очень впечатлена силой родов, состояния инстинктивной зверушки, измененного сознания, потоковости, чудесной закономерности, доверие, раскрытие, расслабление, прогресс, вопреки современным усилиям, результат, контроль, безопасность, одухотворили меня. Я поняла сразу, в родах мне быть, быть в родах мне. Но как? Не рождалась. Я знала, что должна быть рядом с женщиной в этот момент. Именно из этой точки — ощущение себя, духовности, опоры на земное, наоборот, на тело, из душевности и теплоты. Но профессию акушерки никогда не ощущала своей, потому была в некотором замешательстве. До тех пор, пока не родила во второй раз, второго сына. Все было так же и одновременно иначе, но невероятно прекрасно. Про жизнь и про счастье. Но только одного мне не хватило. Женщины рядом. Мы рожали семьей. Я мой муж и старший сынок. Они молодцы, хорошо поддерживали меня. Но я регулярно утыкалась в какое-то фоновое одиночество и невозможность объяснить себя, а также в досадные ощущения. То, что мне приходится, выныривая из процесса, так трудно и долго объяснять мужу, чтобы он помог мне. Женщина, которая рожала, поняла бы с полуслова, возможно, с просто поднятых на нее глаз. Выйдя на берег этих родов, я уже знала, кем я хочу быть. Вот этой женщиной. Но все еще не знала, как. Пока буквально через пару недель в новорожденном гнезде и молочных валянех с двумя сыновьями в кровати два на два не прочитала статью, где мельком упоминалось слово Доула с кратким, но емким описанием сути этой профессии. И тогда внутри все сошлось. Вот оно, вот кем я буду. Вот кто я есть. Дальше был первый курс для беременных и первое сопровождение в родах. Но еще одна жизненная инициация, такая, которая строит судьбу человека, подготовила меня к пути доулества. Я потеряла мужа. Переживая эту трагедию, проходя через все слои и стадии травмы, я познала, сколь разным может быть человек, сколь честными мы становимся перед его лицом. Я научилась человечности, умению дарить тепло здесь и сейчас, просто так, познав до дна, как глубоко мы в этом нуждаемся, аккумулировать его самостоятельно. И как положено взрослому человеку умению принимать человека в его слабостях и сомнениях, страхах и стремлениях к мечте. А еще состраданию, поддержке, принятию, теплу, понятию безопасной атмосферы, близости и границам и вдохновению любви к жизни. Потом я стала мамой в третий раз, третьего сына. Эти роды принесли мне второй аспект моей профессии после сопровождения в беременности родов. Закрывание родов, помощь в проживании своих чувств и осознании полученного опыта из них. Но об этом будет в другой книге. Я очень надеюсь на это. А сейчас в путь. Как читать эту книгу? Знаешь, я думаю, как хочется. У меня нет особой идеи, чтобы ты читала все подряд, академичненько, так по главам. С другой стороны, чего грехотеть. Конечно, я сейчас допишу этот текст, сяду вычитывать главы и буду думать, в каком порядке их логично расположить относительно друг друга. И в этом 100% будет смысл. Да и курс подготовки к родам с подобными вопросами, которые я не раз вела, тоже имел определенную последовательность тем. Они были выстроены, как мне казалось, по актуальности слоев, в которые хочется пойти, и по степени глубины и готовности быть разогреты предыдущими темами, к следующей, перемежающимися как волны. То глубоко, то проще. То информационно, то еще глубже. Поэтому мне нравится такой порядок, как представлен в книге. Наверное, если бы я писала или, ой, читала эту книгу для себя, то она была бы в таком порядке. Ну а ты слушай себя, как тебе больше хочется сделать. Но одно посоветовать хочется. Читай ее с ручкой и красивой тетрадкой в какой-нибудь классной твердой обложке. Пусть страницы этой книги послужат вектором к размышлениям, идеям, инсайтам, которые, чтобы не упустить, а в беременность мысли частенько коротенькие, как у Буратино, но при этом жуть, какие важны, и если их упустить, то потом это еще и зудить долго. Что же, что же я такое забыла? Записывая их сразу, по пути. К тому же есть ряд глав, где я предлагаю как будто бы схемы. Ну вот глава по страхам, например, или про поиск ресурсов и внутреннюю устойчивость в стрессовых ситуациях. И там определенный смысл прописывать для себя предложенные упражнения. Прописывать важно, хоть и лениво, потому что это дает четкость мысли. Так виднее наша же собственная логика. И потом есть возможность перечитать и уже со стороны обнаружить белые пятна и несостыковки. И тогда от книги получается максимально глубокий эффект, как от консультации с Доулой и действительно разговоры с ней. Со мной. Да и вообще, это же такая девочка-девочковая тема, дневнички с красивыми обложками и страничками внутри. На самом деле, даже если опустить вот эту мою розово-слюнявую тему, а серьезно сказать, даже несколько написанных в беременность таких штук, что у меня на душе, списков каких-нибудь или еще чего, становятся бесценными, когда твоему малышу лета так 16, а то и 30. И можно это читать, как что-то очень, очень приближающее тебя к твоему ребенку, даже в трудные периоды отношений. Это такой источник вдохновения, потому что это и есть источник, самое начало. К тому же, в него, в этот блокнот можно писать письма малышу. Я писала парочку таких в день, когда сделала тест и узнала, что ты во мне есть, и еще в другие значимые дни. И это очень ценно и ярко. И ребенку потом можно будет дать почитать, как он вырастет. Мне было бы ужасно важно такое прочитать, если бы моя мама писала. Так что смотрите сами. Что еще про книгу сказать? Могу сказать, что я уж точно не истинна в последней инстанции и не претендую на это. Читая, примеряйте на себя. Что откликается, берите с собой ваш путь материнства. Что не ваше, просто оставляйте на этих страницах. Ну и долом, конечно, пару слов, если вы читаете эту книгу. Я с радостью делюсь с вами своими техниками работы с разными типичными запросами в беременность. Вы можете их использовать в своей работе. Только, пожалуйста, мне было бы очень важно, если бы вы ссылались на источник, потому что предложенная в этой книге информация — мой авторский метод. Вот вытруженный, выголубленный, вылюбленный, набитый коленками и ссадинами. А, ну и совсем мелочевка, но меня смущает, если я о ней не скажу. Я в тексте к вам то на «ты» обращаюсь, то на «вы». Я сначала сама на это раздражалась, думала, ну, надо как-то выбрать все же. А потом поняла, что так оно и в жизни. Где интимнее, там «ты». Где хочется сознательно сделать дистанцию для большего ощущения воздуха и свободы у другого человека, там «вы». Ну и вообще не так бывает, что мы то на «ты», то на «вы». Пусть будет по-всякому. Я вам всем очень благодарна за ваше доверие. Ну, начнем.